Хозяева внедорожников не только чистят лес, но и соревнуются в прохождении сложных трасс. Грязь, непроходимые маршруты и штрафные 30-ти минутки. Чемпионат Сибирского федерального округа по спортивному туризму и гонках на джипах прошел в Белово. Анастасия Бойко вслушалась в рев моторов. Кто быстрее, тот и лучший. Кто хитрее, тому штраф. Фестиваль джиперов прошел уже в 12-й раз и объединил в себе сразу три масштабных соревнования. Участники из разных регионов. Принял участие более 150 спортсменов со всей Сибири. Это и Кузбасс, разные города. Приехал Томск сюда, приехал Алтай, приехал Новосибирск, приехал даже Казахстан. Соревнования вообще получились международного статуса. 800 километров преодолели участники из Казахстана, чтобы просто погонять по сибирским ухабам. Мы приехали из Казахстана, так как, как говорится, для джиперов границ не существует. Приехали к друзьям, себя показать, попытаться, по крайней мере. Решили, что нам нужно выходить на более серьезный уровень. Поэтому приехали сюда попробовать к вам машину. Сейчас проведем работу над ошибками и, возможно, к следующему году уже выйдем в регулярный чемпионат в Сибири. Нам это никто не запрещает. Правила традиционно просты. Непредсказуемый ландшафт, неограниченное время и 10 контрольных точек. Чтобы добраться до каждой одного только проходимого джипа недостаточно. Где-то приходится выталкивать из болота авто своими двоими, где-то ломать деревья руками. Или кузовом внедорожника. На чемпионат два дня. В первый – командный зачет. В каждой группе по 4 человека. Сколько при этом машин – не важно. Главное – преодолеть дистанцию от 30 до 50 километров. Сложность трассы зависит от спортивного разряда участников. Начинающих в этой гонке нет. Для них – другие испытания и другая местность. Не менее сложная, но более скоростная. К примеру, лучший показатель на трассе для профи – 5,5 часов. Для новичков – минуты. Но пропустил контрольную точку или решил обмануть судей – получаешь полчаса штрафного бесценного времени. Андрюха! Да? Сейчас налево уходим и, короче, примерно в 100 сосенних. Чемпионами джиперского батла стала команда из Новокузнецка. Серебро и бронзу забрали новосибирцы. Но все победители в один голос твердят – главное не победа, а единство. И то, что одна гонка объединяет сразу несколько сотен региональных спортсменов. Анастасия Бойко, Александр Ведерников. Новости ОТС.